ну что меня выводят из себя сегодня интернет мой с утра он меняет вообще все свои параметры и к 7 часам мне не удалось его победить даже совместно с менеджерами операторами компании мтс но тем не менее сейчас видимо все таки что-то изменилось с учетом того что у меня была какая-то такая внутренняя идея что в любом случае чтобы не произошло мы так или иначе эту тему раскроем сегодня это произойдет попозже это произойдет или это произойдет в другой день но мы эту тему все равно раскроем видимо мир понял что если ему все равно придется об этом послушать какая разница лучше пережить это сейчас чем откладывать на потом и все у нас сразу заработала вот одна из стратегий каким образом можно реагировать в том случае если что-то у вас не получается если что-то вас выводит из себя но конечно же мы сейчас говорим не о людях да они о тех кто там дети нас могут иногда из себя выводить и часть там может иногда из тебя из любителей подчиненные да может кто-то из детских на а иногда вот такие ведь события окружающего мира тоже может могут включать нересурсные состояния вопрос в эти состояния можно залипнуть да и сильно нервничать а можно возможно как-то их принять и нарисовать варианты план а план b может быть план c получив доступ к какому-то внутреннему спокойствию и тогда как-то вот почему-то все выравнивается да все верно согласен ну на самом деле вот эта вот идея с намерением да что в любом случае там сделаем это наверное одна из один из способов одна из техник наверное вот по поводу выведения из себя но она такая стратегическая вряд ли эта техника скорее действительно такой некоторый такой образ мыслей стратегия настрой да очень и очень хорошо да очень хорошо это описано во всякой разной такой околомистической литературе вот идея намерения она прекрасно выражается одной такой шутливой штукой в интернете да если у вас так если у вас есть цель там бегите в сторону цели если не можете бежать идите в сторону цели не можете идти ползите в сторону цели не можете ползти лягте и лежите в направлении цели и это ну там как бы шутки юмор там кастанеда там где-то серьезно где-то шутки не важно идея и вот это вот первое это наверное такая некая стратегическая нацеленность на собственные цели то есть когда-то вас выводят из себя когда что-то происходит не то да это может быть там печально это может быть это может быть там как-то и тревожище но наверное наверное это ну как бы не должно что ли пока не мере в этих состояниях приводить к пересмотру целей то есть идем медленно окей значит идем медленно то есть ну некоторые некоторые такая как все равно база база должна быть вот ну а с эмоциями это отдельное давайте дальше мне продолжать ну вот кстати относить идея относительно удержания цели и диссоциации от неприятных эмоций мне кажется вот такая позиция удержания вот намерения она хорошо ложится на процесс воспитания детей когда выводят дети да то есть они действительно могут там истерить капризничать проверять вас и окружающий мир на прочность но вы можете залипать в негативе да на их ситуативные эмоциональные реакции а можете удерживать во внимании какую-то идею важную вам как родители да с точки правильной с точки зрения там дальнейшего воспитания этого ребенка и тогда вам проще будет вот эти негативные сиюминутные эмоции игнорировать до диссоцироваться от них и в общем-то и ребенка наверно полезно будет наблюдать за вами и моделировать вас учиться в этом мире существовать когда не все можно получить здесь и сейчас мы здесь да мы здесь подходим уже на тему ну то есть на тему вообще поведения с вот людьми которые с людьми которые ну так или иначе нас выводят выводят на эмоции какие-то да там это это да истерящие дети это там люди которых принято там называть энергетическим вампирами всякие разные там вредные бабки в очередях и там где-то еще да бывает но здесь вот какое такой момент у человека есть некоторая стратегия он вот как бы в соответствии с ней он действует вот если вы попадете если вы попадаете в его стратегию это вы скорее всего вот будете там где-то вестись на эмоции либо там выдавать то что от вас хотят либо вестись на их эмоции ну то есть в любом случае там некоторый элемент манипуляции если вы имеете возможность отстраниться если вы имеете возможность ну как бы так вот диссоциированная со стороны если вы имеете возможность не вовлекаться да yap YoNo Man мы сейчас ее предоставим как я так думаю или если вы имеете возможность действительно за этим наблюдать процессом отстраненно на то вы можете сделать все что угодно и тогда вы можете ну любым способом на самом деле там остановить там или переломить эту самую стратегию Или еще как-то. То же самое, истерящие дети, например, они, понятное дело, ждут, что сейчас вокруг них начнется кипиш, вокруг них скакать. Может быть, это не всегда уместно, где-то там на публике, где-то там в общественных местах, может быть, так не поступишь. Но когда ребенок истерит дома, можно его спокойно, ну как можно его спокойно, если мы можем, если у нас действительно есть вот это внутри, можно его оставить проплакаться, условно говоря. Сидит истерит, ну пусть сидит истерит, пошел заниматься своими делами. Вот, истерика, истерика на нет сойдет быстро, потому что в отсутствии зрителя спектакль, это, ну как бы, очень мало кто может такое. Ну вот, мы, наверное, давай обратим внимание, что речь идет действительно о детях, которые истерят из идеи получить что-то манипулятивно. То есть это дети, которые, ну, постарше. Если ребенок у вас там в люльке заходится плачем, не надо его оставлять, чтобы он проплакался, скорее всего. Не тот возраст, да. Это неконфортно, да. Все-таки возраст имеет значение. То есть если вы понимаете, что ребенок уже включает именно идеи манипуляции, да, если он требует что-то уже осознанно от вас с помощью истерик, ну тогда да, можно использовать вот эти стратегии. Вот про начальство, да, это вопрос, я так понимаю, не только у тебя, зная тех, кто сейчас нас наблюдает, уверена, что вопрос актуальный. Ну, что, сразу, может быть, на это перейти, да? Да, конечно, если вопросы у нас возникают, конечно, будем отвечать сразу. То есть давайте, давайте, в принципе, посмотрим, скажем так, вот, логически на идею вот этих самых, там, ну, условных энергетических вампиров, да, и людей, которые просто, вот, как бы, орут и так, что ты просто стоишь и не знаешь, что делать в этом всем, да. Давайте, давайте помнить, давайте вспоминать, что, ну, как бы в эмоции это говорится явно, да, во всех остальных это сто процентов есть, да. У человека есть некоторое поведение, которое он делает, и у человека есть намерение, которое он реализует. Давайте посмотрим, вот, ну, логически, да, человек, вот, который, там, ну, условный энергетический вампир, который, там, наорал, который, там, сделал что-то такое, там, наговорил, что вам после этого плохо, и вы, там, в умении, в апатии, там, ну, как-то так же, да, происходит, как мне кажется, да. Тогда давайте посмотрим, если эта стратегия ведет к чему-то хорошему, да, к чему она ведет. Если эта стратегия ведет к тому, что вы, вы начинаете, ну, как-то, уходить в стрессовые состояния, то есть, состояние, где вы, ну, там, действуете медленнее, действуете как-то, вот, ну, с осторожностью, с оглядкой, да. Если этот человек наорал, да, если вам, там, возникает мысль, что, типа, как бы, вот, чтобы он, может быть, снова не орал, да, то это вы переходите в состояние, когда вы, ну, то, что называется, внешне ориентированный, то есть, вы начинаете учитывать его в своих целях. Фактически после... Получается, что человек начинает оглядываться на реакцию начальника, да, а если я вот так скажу, как начальник отреагирует, он там не психанет, он там не расстроится, да, а если я вот так вот сделаю, а если я вот так вот сделаю, то есть, получается, что человек всю свою деятельность начинает подстраивать под возможную, причем пытается угадать реакцию начальника, правильно? Да, об этом речь, и он не только пытается, скорее всего и получается, потому что у нас в нашей психике есть и инструменты эмпатии, у нас есть и подсознание, которое давно про всех, с кем мы общаемся, знает больше, чем мы осознанно знаем. Вот, поэтому, с точки зрения вот этой, давайте посмотрим, что в результате хорошего получает начальник, который наорал, и все ходят вот так вот и на него оглядываются, он получает спокойствие, он получает контроль, он получает спокойствие, он получает понимание того, что здесь все ему послушны, все смотрят на него. И у нас есть два варианта. Ну, там есть такой анекдот, да, про очень хорошего менеджера по продажам, кто хочет поищить в интернете, это вот на тему эффективности, то есть иногда, может быть, ее действительно можно тормозить. Вот, ну, то есть получается, получается фактически два момента, да, вот оно есть, его поведение, которое он всех там условно задал, вот есть его намерение контроль. Вот, если сейчас мы немножечко шире, чем начальник будем рассматривать, то у нас принципиально есть две стратегии, что с этим делать. То есть можно условно что-то делать с поведением, можно что-то делать с намерением. Вот, что-то делать с поведением, там, ну, варианты его как-то прерывать, варианты делать, делать, ну, то, что называется разрыв шаблона, то есть делать что-то неожиданное, да, варианты не реагировать. То есть там нескольких вариантов. Вот, варианты намерений, ну, удовлетворять. То есть если, если вот начальник вот так вот, ну, как-то постоянно, постоянно вот такие вот вещи делает, да, типа, о, эротический вампир всегда на всех орет, да, всех там, короче, задалбывает. Меня постоянно дергает, и не всегда по работе, ну, например, вроде бы по работе, потому что якобы начальник, следовательно, по работе. Но по факту может оказаться, что, ну, это не имеет отношения к непосредственным профессиональным задачам. Ну, вот дергает. И тогда можно проверить гипотезу насчет вот этого самого контроля и спокойствия. Возьмите и попробуйте просто прям со своей стороны побольше, 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 что ли, ему давать вот этого самого там, ну, как бы контроля, да. То есть начинайте там, ну, попробуйте просто чуть чаще, чуть чаще обращаться там, звонить, писать письма, подходить на тему там, вот, сделал вот это, сейчас планирую делать вот это вот так вот, правильно, неправильно, как вы думаете, может быть, есть какие-то идеи, там, может быть, я там чего-то не знаю, да. То есть, условно, там, просто попробуйте, я не говорю, что вот надо там, типа, теперь стоять и жить у него в кабинете, да. Попробуйте усилить, немножечко усилить вот это вот ему выдачу обратной связи, да, причем такую, что, как бы, с вопросом, типа, там, что скажете, да. То есть, если это приводит к тому, что он перестает на вас орать и вас дергать, ну, все прекрасно, гипотеза подтвердилась. Ну, да, то есть, не ждать, пока он задергает, да, а просто с определенной периодичностью самостоятельно давать о себе знать, даже если это просто формально, ну, там, вот, этот отчет сделан, этот отчет там сделан, этот вопрос там узнали, там, вот в этом плане, прямо говоришь, да? Да, 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 ну, где-то что-то, где-то что-то спрашивать, может быть, типа, там, я понял вот так делать правильно, я понял, вот, ну, если, если гипотеза верна, да, то, скорее всего, будет следующее, сначала крики прекратятся, вот, но если вы начнете больше, чаще спрашивать, крики снова начнутся, ну, начнутся вот это вот самое на тему, на тему, что вы там ко мне ходите по каждой мелочи, да, ну, и фактически то, что, вот, Юля, ты говорила, да, что, там, с одной стороны кричим, потому что теряем контроль, с другой стороны кричим, потому что теряем эффективность. Есть посерединке вот эта самая полоса, в которой все хорошо, да, где, полоса, где, как бы, все демонстрируют достаточную для начальника эффективность, да, и при этом не демонстрируют ужасную для него самостоятельность, да, вот. Это манипуляция, тут, как бы, давайте будем честны, да, это конкретная манипуляция, вот, но с другой стороны, вот, загонять людей... А с другой стороны, в этом формате начальник тоже манипулирует, да, то есть вопрос не в том, кто кем манипулирует, а в том, что вот есть такая ситуация, вы вместе находитесь в рабочем процессе. Если вы не планируете увольняться, ни вы, ни начальник, и вы все равно, там, в большей степени удовлетворены работой и хотите продолжать, то нужно просто находить такую форму взаимодействия, которая всех устроит. Ждать, что начальник будет налаживать вот этот контакт напрасно, ну, просто потому, что он, если бы он умел по-другому, он бы сделал по-другому, он не умеет и не знает, он не осознает. Если вы хотите создать себе такое пространство, в котором вам комфортно, ну, есть некие правила игры, вот они такие, выполняйте их, вам в этом будет гораздо комфортнее, и вы будете удовлетворены в процессе гораздо больше. Да, есть, ну, такая, наверное, идея, да, она, она, может быть, неоднозначная, может быть, там, об нее нужно будет еще ломать копии, да, но общение с людьми, ну, общение с людьми, которым, вообще говоря, надо бы сходить к психологу, вот, это всегда манипуляция. Ну, да. Давай не будем кошмарить слово манипуляция. В конце концов, ребенок хочет конфетку, он обнимает, целует, рассказывает, мамочка, ты у меня самая красивая, ты у меня самая любимая, я так хочу вкусную конфетку. Это манипуляция, да, если уж говорить, там, с чистым прямым языком, да, или мамочка, которая хочет, чтобы ребенок покушал супчик, говорит, ты покушай супчик, а потом я тебе дам конфетку. Это манипуляция, да, это наша жизнь, поэтому это неплохо, неплохо, у каждого свои цели. Ну, там есть такое, как сказать, да, есть, вот, если я понимаю, что происходит, и я в этом переигрываю человека каким-то образом, ну, да, манипуляция. Если я не понимаю, что происходит, и я начинаю исследовать этот мир, ну, это, наверное, научение, то есть, ребенок все-таки скорее учится. То есть, ребенок сыто, ребенок не хочет кашку, хочет конфетку, да, и вот он пробует, там, обратился к папе, а папа не знает ни где кашка, ни где конфетка, а папа инструкция, например, есть, да. Вот, там, к маме, к бабушке, в общем, ходит, да, попробовал плакать, срабатывает, срабатывает, значит, мозг это берет на, ну, как бы, на заметку. Да, и вот здесь важный момент по поводу того, что срабатывает. Иногда дети могут реально орать час-полтора, и это происходит только потому, что он видит, что вы хоть и не даете то, чего он хочет, прямо здесь и сейчас, вы очень сильно нервничаете. Соответственно, чем больше он орет, тем сильнее вы нервничаете. Вы пытаетесь держаться, но, в том числе, вы уже проиграли эту убедительность. Ребенок, в том числе, ребенок ищет убедитель. То есть, он, он, как бы, кричим, появилась конфетка, нет, а кричим громче, то есть, может быть, в интенсивности дело, нет, не появилось. Хорошо, кричим дольше, может быть, дело, как бы, во времени. Я хорошо помню в случае, когда... Я думаю, у детей хорошо получается, там, либо дольше, либо интенсивнее. Да, когда у меня дочка истерику мне закатила, по-моему, первый и последний раз, вот, она, значит, так вот глазами, ну, глаза закрыла, и там внутри глаз истерит, ну, как бы, внутри рук. А я смотрю при этом, что у нее вот так вот сделано. То есть, она, она, глаза закрыла, ну, типа, типа закрыла, она открыла, и я вижу, что она просто... Она пасет на меня, а я стою, у меня лицо спокойное. Она, значит, она плачет и смотрит на меня, а у меня лицо спокойное. И она видит, что я вижу. Она тогда, значит, вот так вот делает, ну, как бы, ну, ниже голову наклоняет, начинает чуть громче орать. А я стою спокойно все равно. И вижу, что она, как бы, так вот немножечко головой вертит. Я вижу, что она просто навелась на мою руку. Ну, у меня руки просто спокойно висят, и она смотрит на руку, на кисть мою. То есть, как у меня тут, тремая, не тремая, там, напрягается, не напрягается. Нет, я стою спокойно абсолютно, там, руки висят. Она, как бы, еще там чуть попробовала громкость увеличить. Нет, калибровка не срабатывает. Все, ну, успокоилась. Вот, теперь вопрос, да, каким образом нам это делать? Ну, в смысле, мы-то, походу, умеем, да? Как бы нам людям рассказать, как это делать, как это вот это, оставаться спокойным. Да, собственно говоря, как не вестись, как сохранять вот это внутреннее... Ну, спокойствие или хотя бы какую-то отрешенность от происходящего процесса. Да, то есть, ну, то, что мы называем диссоциацию внутреннюю. Ну, что, можно попробовать... Ну, первый вариант, наверное, да, такой из простых, наверное. Попробуйте представить между вот источником этого самого и собой. Попробуйте просто представить стекло. Это одна из таких вот нормальных, обычных, понятных, там, нелперских... Даже не техник, а так, они используются в куче разных техник, способов диссоциации. Просто представляем стекло. То есть, как бы отстраняем. Что-то, какая-то граница, какая-то преграда. Это такой же примерно методика используется и в куче разных там околопсихологических, там, эзотерических. Люди представляют вокруг себя там какие-то коконы, барьеры, там, секретные шары и прочие там эти энергетические штуки. Это вопрос, просто, как, языкоописание, да, по большому счету, есть вот та основная идея. Вы диссоциируете, да, вы немножечко себя вводите вне этой ситуации. Тут, да, да, все верно. Тут же, как бы, очень просто, да, очень простая идея. У нас, когда вот, ну, вживую происходит с нами, это одно. Когда мы видим кричащего человека в телевизоре, например, это, конечно, нас тоже, может быть, трогает, но не так. Особенно, если мы не хотим вовлекаться. То есть, что происходит с фильмами, например, да, вот эта вот идея ассоциации, диссоциации. Когда мы смотрим кино, если нам нравится то, что там происходит, если нам нравится, что происходит с героем, да, если нам нравится, что происходит в этом фильме, мы сами туда залезем. Мы залезем в это кино, и мы будем там внутри, ой, я там, я там вот тут. То есть, там, да, 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 там мальчики смотрят фильмы про любовь, мальчики тоже смотрят фильмы про любовь на другие, да, и все вживаются, значит, ощущают себя там на этом месте. но это когда мы хотим туда, то есть когда нас в этом фильме действительно цепляют и включают а здесь задача, что мы включены и так в какой-то, где мы не хотим если мы это превратим в плоскую, отстраненную картинку у нас не будет желания туда вживаться а если мы в какое-то кино не вживаемся, то там просто происходит какая-то мутотень на экране то есть мы можем чисто со стороны анализировать ужасы и на что-то может зацепить и включиться какая-то там какая-то тревога, да, или какой-то страх появится, но вспомнив о том, что это просто фильм, да, о том, что это просто спецэффекты, да, это краска и кудария, мудровые чуть-чуть, я и все, мгновенная диссоциация есть это, как она называется поговорка, да, или мудрость, что есть три стадии отношения к фильмам про Фредди Крюгера который, кошмар на улице вязал первая стадия, ты боишься Фредди Крюгера, вторая стадия, ты не боишься Фредди Крюгера, третья, ты согласен с Фредди Крюгером Вот, вот это вот вторая стадия, да, то есть когда мы когда мы отдаляем, когда мы открываем, когда мы вот закрываем вот эту вот какую-то там завесу, да, можете даже это стекло может быть чуть-чуть дымчатым, если вам как, например, прикольнее, да. Да, то есть давайте понимать тоже, что если вы особенно никогда не занимались диссоциацией внутренней, у вас нет просто такого навыка, и вас заводит любая, например, там истерика ребенка или начальника, то есть у вас просто там очень мгновенно внутреннее состояние запускается. Это говорит о том, что вам нужно просто потренироваться, да, то есть это навык диссоциации, он тренируется, как и любой другой, поэтому просто первый раз у вас, может быть, не получится вот так прям достичь какого-то дзенского спокойствия, да, может быть, со второго раза там будет полегче, но не до конца, да, но с третьего раза совершенно точно вы прям почувствуете эту разницу. А образы, которые вы используете, они вам будут помогать, то есть образы, они по большому счету действительно многое в нас запускают, да, то есть как мы представляем, как мы себя нафантазируем, так мы себя и чувствуем. И как Андрей говорит, если вы, например, представите себе вот это стекло с каким-то напылением, туманным, да, то есть вы будете хуже сквозь него видеть вот это раздражающее в вас создание, следовательно, вы реагировать на него будете меньше, да, то есть вы с помощью образа усиливаете вот эту диссоциацию. Поэтому вот найдите для себя какой-то такой образ, который будет для вас ассоциироваться вот с хорошей такой защитой, да, с хорошей такой, ну, как границей между человеком, который вызывает в вас негатив, да, воперет вас и собой. Поэтому один из моментов вот такая диссоциация с помощью образа. И опять же, тренировка, то есть повторите два-три раза, а потом вы даже не будете замечать, вам не нужно будет специально что-то сделать для того, чтобы ваше состояние возвращать. Оно просто будет там удерживаться автоматически в нормальном, спокойном, ровном состоянии. Если это, Валентина, добрый вечер. Если это получается там не очень хорошо, да, или если там, ну, такая сложная, конфликтная ситуация какая-то там застарелая, да, там давняя, ну, тогда можно попробовать еще одну, но это не в моменте, это скорее вечерком. Где-то уже отстраненно. То есть то, что опять же в НЛП называется множественной диссоциацией, когда мы, ну, не получается отстраниться там за раз, да, мы вспоминаем какую-то картинку, вспоминаем какую-то картинку, нас там трясет, например, да, мы отодвигаем ее, да, отодвигаем вот эти все ощущения, то есть в некоторый общий единый образ, да, по отношению к нему нас все равно что-то еще будет беспокоить. Мы это еще отодвигаем, да, еще, еще, еще. То есть, как если бы мы здесь, наверное, ну, поставили там между собой и образом, да, между собой там этими ощущениями, ну, то самое там стекло, да, но все равно что-то мы еще чувствуем, да, и вот это вот тоже отодвинуть и еще, например, стекло, да, вот. Несколько, несколько, несколько раз, да. И одно в конце самое бронировое. Да, у нас, понятное дело, что там есть еще и третий слой, да, с чем работать, потому что, как бы, ну, почему и за что нас цепляет, да, то есть, в конечном итоге, вот здесь, наверное, опять давайте к детям обратимся, но в хорошем смысле слова. Ребенок, когда падает, ну, то есть, бегает, бегает, играется и падает. Ну, здесь, если он упал там и сильно разбил коленку, тут понятно, ему больно, вот. А если он упал и, в общем-то, ничего страшного не произошло, то есть, ребенок упал, там, ну, как бы, ладошками задел, да, там, может быть, там еще там на это, типа, сверзался, то есть, нету ран, да, нет ничего, то есть, он ощущает, что, вот, то есть, ну, у него не получилось, да, вот он бежал, он хотел бежать, а не падать, но, как бы, вот у него не получилось, ну, чувствительно, там, по ручкам, может быть, там, бог, но это не болит. Обратите внимание, кто, может быть, гуляет, как раз вот, рядышком, где мамаша с детьми гуляет, очень часто дети в этот момент с удивлением смотрят на маму. Ну, да, ой, что случилось, я не понимаю. Потому что, ну, да, я вроде бежал, а тут вот такое случилось, то есть, ребенок, по большому счету, вот, если в этом моменте, да, если просто подумать логически, то прям понятно, что ребенок не знает, как на это реагировать. ему не больно, чисто физически, а все остальное он не знает. Если, если мама спокойно, с улыбкой, как бы, ой, а что случилось, ну, ну, так, типа, спокойно, ой, упал, да, ну, вставай, да, вставай, беги, отряхнула коленку, беги. Все, он с радостью побежит. А если мама здесь, а-а-а-а, ты упал, что-то, ты не ушелся, ты не убился, что с коленкой шла, а-а-а-а, ребенок. Мамочек так реагирует. Они, наверное, боятся больше, чем ребенок. Иногда смотришь и думаешь, боже мой, бедная мамочка. Ребенок, если бы не мама, ребенок бы даже и не заметил, что произошло. Вот, тогда, конечно, да, тогда, конечно, ребенок понимает, что тут надо бояться, тут надо страдать. Ну, ребенок учится этому. Он не то, чтобы понимает, да, мама ему показывает нужную реакцию. Соответственно, в следующий раз, когда ребенок упадет, он будет показывать ту реакцию, которая его научила мама. Ну, да, что-то, как правило, природа. Вот при этом, при этом до вот этого научения, да, я как раз к чему рассказывал, вот эту самую штуку, то есть там есть правильная реакция на происходящую фигню. Когда ты просто смотришь, думаешь, так, что это за фигня происходит? То есть вот пока нас не научили, да, да, действительно, там, может быть, люди, может быть, люди, одни люди научились истерить, там, орать, как бы эмоционировать, да, там, другие люди... И, соответственно, через эту стратегию просто все время, ну, в большей степени получали то, чего они хотят. Поэтому стратегии закрепились, да. Да, другие люди научились впадать в анабиоз, да, когда на них орут, например. То есть тоже, тоже, да, вариант. То есть вот люди, которые истерят, вот, кстати, тоже можно посмотреть, ну, это скорее уже тоже не про детей, про взрослых. То есть те самые там энергетические вампиры, да, ну, эти условные, фиг с ней. Да, условные, конечно. Да, что начальники, что там, может быть, где-то там вот, ну, там, во дворе, в подъезде, да. Обратите внимание, скорее всего, не на всех эти самые вампиры набрасываются. Ну, да. Скорее всего, вот в этом же ближайшем окружении вампиры, которые вам видно, есть так называемый Ван Хельсинг. Да, ну, то есть если там вампиры, то тут Ван Хельсинг... Или нет, нет, не Ван Хельсинг, этот... Как его зовут? Блейд, Блейд. Мне это кино больше нравится. Вот, ну, короче, охотник на вампиров, да. То есть есть человек, на которого он не будет орать. Не будет орать, потому что тот, ну, видимо, демонстрирует какие-то другие стратегии в ответ. Можно посмотреть. Можно посмотреть, какие... Можно человеку орать на другого человека, если тот просто смотрит, типа, что происходит, не понял, иди занимайся своими делами. И все, да, то есть там нет ответной реакции, там нет энергетического заряда, который необходим, вот это, ну, я не знаю, вампиру, да. Соответственно, он один раз, может быть, и попробует, ну, уж если там других рядом не окажется, с которыми наверняка можно, да, что-то там подкачать энергию. Соответственно, незачем. Есть люди, которые, ну, так сказать, гневом управляют очень хорошо. То есть условный... Ну, это, как правило, на равных, да, условный вампир там орет, и, наверное, большая часть людей просто знают, что он, как бы, орать не сильно орет. Как бы на него гнев дальше давить непонятно, потому что, ну, вообще говоря, гнев, эмоция такая, такая себе, да, в современном социуме она изрядно подзадавлена. Вот. И поэтому, ну, многие люди вполне могут слегка за себя бояться, да, что, типа, там, не пойду я в гнев, потому что я там не знаю, а вдруг я себя не контролирую, вдруг я что-то там сделаю, ну, в общем, типа, на всякий случай, там, боимся, да. А есть люди, которые четко контролируют. Контролируют, знают гнев, дозируют гнев, да, которые там, в том числе, в молду могут дать, но строго дозировано, да. Вот. Скорее всего, вот, ну, в случаях на равных, да, скорее всего, на таких людей орать не будут. Ну, да. Те самые вампиры. А если это не на равных, да, если это, вот, там, тот самый, там, начальник, да, который, вот, типа, орет шумит, ну, там, скорее, да, там, скорее всего, он не орет, либо на тех, кто, вот, реализует стратегии, т.е. закрывает его те самые ценности, да, которые, может быть, вот, как раз по контролю, да, по спокойствию, или те, которые никак не включаются эмоционально. Ну, типа, что на него орать, если, там, на него не действуют, да? Ну, да, совершенно верно. Т.е. условно, там, объективно, по каким-то там циферкам, может быть, все нормально, да, а по, скажем, вот, по эмоционально-манипулятивным штукам на этого человека не действуют. Я ору, а он это сидит, просто смотрит на меня. Я что, что спокойно говорю, что нужно сегодня делать, что ору, да, он одинаково сидит, записывает. Ну, да. Ну, т.е. это тоже, тоже такая стратегия, да. Ну, конечно, да. Да, некоторый вот такой ор и включение, раскачки эмоций может провоцировать идея начальника, ну, о безнаказанности, да, что, по большому счету, начальник подчиненный, это рапорт сверху в пись. И, да, и подчиненный иногда вот в силу позиции, просто не в состоянии бывает ответить начальнику адекватно, да, и, может быть, какие-то там меры принять адекватные. То есть он, может быть, имеет возможность формально, да, но по чисто человеческим своим качествам он может бояться, что если он даст начальнику отпор, начальник там, ну, болит, нахажет, лишит премии, ну, что угодно. Это, конечно, деструктивные взаимоотношения, и здесь все-таки важно, ну, понимать, чего вы хотите, да, осознавать свои ценности, свои критерии, да, и... Ну, цели, ценности и контексты, они тоже, конечно же, конечно же, важны, потому что даже вот, ну, когда дети, да, там, как бы, да, там же больше гибкость получается, но все равно, ну, хорошо, ребенок истерит, но мы понимаем, что мы хотим, скажем, его истерику прерывать, да, мы можем, мы можем, да, достаточно гибко поступить, мы можем вполне себе и, там, оставить его уйти, да, мы можем, там, ну, условно, конфету, за которую идет война и кипиш, мы можем выкинуть ее в мусорку, ну, прервав, тем самым, ну, как бы, закрыв вопрос с конфетой, да, ну, как бы, нет конфеты, это что истерия. Но после этого, когда мы прервали вот эту стратегию, которая нам не нужна, да, там же мы все равно, ну, что-то же мы с ребенком же делаем правильно, мы же, там, ну, и объясняем, да, или как-то еще. То есть, если ребенок, там, проистерился, успокоился, мы ему говорим, ну, хорошо, вот ты, как бы, проплакался, хорошо, давай теперь, вот, ну, там, расскажи, например, там, вот, как можешь, ну, что ты хочешь, да, собственно, о чем, в чем вопрос-то, давай поговорим вот по-другому. Ну, да, то есть, в любом случае бывают ситуации, когда эмоции могут выйти из-под контроля, да, особенно, ну, поначалу, когда вы только начинаете управлять эмоциональной сферой, и бывают ситуации, когда, ну, ладно, не удалось, но эмоции, они нахлынули, вы, по возможности, взяли их под контроль, либо они схлынули. После этого, конечно же, нужно в ситуации разобраться уже трезво, да, дать тебе, так называемую, обратную связь, что, ну, вот так вот сложилось там, в этом, хотя бы чуточку, там, в чем-то был молодец, то есть, в следующий раз нужно будет сделать вот так вот и вот так вот, чтобы было лучше, да, то есть, вы на этом тоже обучаетесь, и действительно, только практика управления состояниями поможет вам перевести это на уровень, ну, фактически, рефлексы, да, там кто-то подходит к вам уже там с внутренним состоянием готовности на вас там наорать, там, или там с вами поманипулировать, да, может быть, там, ребенок, вы уже видите, что что-то ему надо, вы просто уже спокойно входите в нужное состояние, диссоциации, да, диссоциация сохраняет трезвый разум, да, и позволяет адекватно реагировать не на эмоции другого человека, а на факты, на сенсорику, да, на содержание его речи, и решать вопрос уже в зависимости от контекста. Ну что, ну, не знаю, вроде все мы рассказали, такая мысль у нас. Вот так вот, ну, напишите нам, если мы ответили на ваши вопросы, полезно ли вам было эти ответы услышать, и если у вас будут еще какие-то комментарии, может быть, вы о чем-то еще подумаете, возникнут дополнительные вопросы, напишите в комментариях к посту или к этому видео, а, ну, кстати, его сохраним, и оно у нас будет выложено на ютубе, будет же выложено, сможем уже это сделать, да? Я думаю, да. Вот, выложено будет на ютубе на нашем канале института эмоции Древниковой и Рослава, и оно всегда будет в открытом доступе. Если вы будете писать вопросы, мы на них будем отвечать либо в комментариях, либо, если это будут вопросы, какие-то большие вопросы, требующие развернутого ответа, мы будем делать отдельные эфиры для вас. Ну что, ну, а так, наверное, пока. Спасибо. Пока вроде все, да, всем спасибо, да. Вы получили участие в учебе, да, мы очень рады. Ну, и так же мы посредом будем здесь проявляться. Все. Так что, пишите. До новых встреч. Пока.